господь дал особый день сегодня и снова благословения всем окрестившимся сегодня кто сделал этот шаг важный войти в связь с богом близкую связь с богом я хочу сегодня поделиться с словом и у нас сегодня немного времени у нас есть сегодня есть сегодня хлеба преломления поэтому я буду них не прошлую проповедь продолжать это будет другая проповедь я хочу поделиться что что бог положил на сердце и это как бы соединить с тем что бог сделал сегодня утром вместе подумаем что слово божье говорит к нам я хочу чтоб сегодня подумали кто мы в иисусе какой у нас статус мы какой статус мы получили в иисусе христе и основное место это и имя право название проповеди это 2 коринфянам 5 глава 17 стих 2 коринфянам 5 17 итак кто во христе тот новая тварь древнее прошло теперь все новое друзья тут написано тот кто во христе он он новое творение тот то в христе новое творение это наша позиция перед богом это наш статус быть новым творением бог призвал тебя о бог призвал меня быть новым творением его это происходит с каждым человеком каждый кто во христе если ты во христе если ты начал связь со христом если христос твоем сердце что происходит твоей жизни меняется в твоей жизни ты становишься новым творением вы знаете слово божье пробуждает бог который сотворил небо и землю и небо этот мир который так прекрасен и все это что человек сделал с природой и все еще несмотря на это мы выходим смотрим на все эти виды на все эти растения на всех этих животных птиц каждый раз когда человек в их выходит на природу он очень получает удовольствие от этого как красиво господь как красиво ты создал этот мир как он вложился в это творение я как инженер иногда думаю о разных новых деталях думаю делать это сделать так или так квадратным круглыми думаю об этом думаю это только одну деталь сделать я уже думаю об этом а как бог сколько он сотворил сколько он думал сколько углов он сделал более округлыми бог любит создавать создавать он любит делать он любит свое творение если мы сегодня смотрим на наш мир что происходит какие новости есть куда идет этот мир что новое в этом мире и чем гордиться сегодня этот мир если мы смотрим на это мир находится в такой процессе это чем мир гордиться это так страшно эти парад гордости сегодня люди гордятся особенно этот западный мир каждый гордиться тем что каждый человек должен может делать что хочет ребенок может делать что хочет и и ребенок и родителю запрещено запрещая делать ему границы в каждой школе рассказывают о правах ребенка и мы этим гордимся или другое чем мы сегодня гордимся в браке в семьях бог то что бог заложил это все изменяется вообще говорят да зачем вообще рожать детей жениться и так далее люди говорят это с гордостью мы живем мы живем в мире греха а если происходит что-то плохое говорят бог ты злой почему ты почему это происходит что бог делает сегодня в этом мире какой ответ бога к этому миру который катится вниз и падает что бог делает сегодня он не только ждет сюда и это придет однажды какая какое действие против всех этих вещей которые происходят в мире даже в эти дни и бог творит новое бог створит новое он продолжает быть творцом творит что-то новое но в этом случае это не какой-то внешний прекрасный мир это процесс внутренник которая происходит внутри внутри верующих людях кто тех кто верит в иисуса он новое творение бог творит новое то что не было прежде у нас сегодня большая радость восемь человек которые были часть церкви кто-то пришел с родителями кто-то пришел другими путями но они сегодня приняли решение я я выбираю иисуса я хочу иисуса в своей жизни идти за ним не только сегодня не только сейчас в течение всей своей жизни и мы рады что они принимают это решение что происходит что-то внутри глубине сердца что приводит человека принять это решение идти за иисусом идти за иисусом не только не только и одну остановку и все остановиться это наш призыв призыв что бог призывает наши жизни чтобы мы шли за ним ты находишься в процессе я нахожусь в процессе мы не то что забрались на какую-то гору и сели сидим там также какая ученики шли за иисусом каждое утро не встали они знают не знали куда иисус возьмет их сегодня они не знали какой урок они от него получат но у них была вера в стать идти за иисусом и они видели как он действует жизни людей и учились от него это призыв который мы получили в нашей жизни это ответ к богу когда он творит новое в сердцах людей в новом завете мы читаем а пути который бог для нас открыл луки 17 глава 20 21 стих это ответ иисусу на вопрос который ему задали луки 17 стихи 20 и 21 бывший спрошен фарисеями когда придет царствие божие отвечал им не придет царствие божие приметным образом и не скажут вот она здесь или вот там ибо вот царствие божие внутри вас есть спросили иисуса когда придет царство небесное когда это случится люди в тот период ждали ждали исполнение пророчеств они были в ожидании чувство у них было чувство такое что то то должно произойти они за ждали мессию который приведет то израиль на высокое место и когда присос когда пришел иисус какой был его ответ что он сказал это не случится это не случится каким-то приметным образом как царствие какое-то это будет внутри сердца и и и не скажет вот она здесь или там потому что царствие божие внутри вас есть я хочу сказать когда-то до исполнится это пророчество и мы очень близки к этому когда действительно царство небесное будет здесь но сейчас она еще не случилось бог строит царство свое внутри наших сердец это место его работы это очень индивидуально каждый человек он открывает свое сердце и верит и сердце его становится местом где бог строит царстве есть так много людей которые не понимают это которые закрыты они где-то наружи и не не понимают что они приняли царство бог принес на царствие небесное он пришел как царь принес царство и так быть новым творением это значит мы принадлежим к царству иисуса так интересно видеть как бог действует в сердцах я хочу чтобы мы пример пример петра матфея 16 глава матфея 16 глава с 13 по 17 стиха прочитаем мероприятия что-то как случай который был из иисуса с учениками с 13 по 17 стих придя же в страны кесарии филипповой иисус спрашивал учеников своих за кого люди почитают меня сына человеческого они сказали одни за иоанна крестителя другие за илию иные за иеремию или за одного из пророков он говорит им а вы за кого почитаете меня симон же петр отвечает сказал ты христос сын бога живого тогда иисус сказал ему в ответ блажен ты симон сын ионин потому что не плоти кровь открыли тебе это но отец мой сущий на небесах мы видим это эту беседу с учениками и какой-то период он за спрашивает их он спрашивает чтобы мне говорят люди начинает как бы издалека начинает что говорят а обо мне другие люди получают возможно ответы от учи от учеников кто-то говорит иоанн креститель кто-то говорил как иеремии иеремия или один из пророков а потом иисус спрашивает а кто я для вас что вы думаете кто я и мы видим что петр отвечает которое про проливается в сердце и отвечает петр ты христос сын бога живого и мы видим что потом иисус говорит ему блажен ты симон потому что не плоть и кровь открыли тебе это но отец мой сущий на небесах это интересно видеть как для иисуса было важно услышать ответ иисуса как драгоценна была этот ответ ты христос сын бога живого петр почему ты говоришь так где ты это услышал иисус когда был с учениками он не говорила помните я христос помните так так ну-ка напомните кто я это не было так он не говорил так когда люди приходили к нему и получали исцеление он говорил так идите идите не рассказывать он не хотел огласки он не приходил в синагоге не говорил я христос я христос это не его направление иисус хотел чтобы человек пришел к вере он пришел от внутреннего откровения кто бог итог мы видим что это происходит с петром он свидетельствует и говорит что ты сын божий петр ты что не слышал что люди другой говорили фарисеи вообще что что изгоняет бесов силы бесовской кто-то говорит ну да может быть он пророк ты слышишь что-то тут лучше что-то там один говорит это другой так ну какой твой ответ кто иисус для тебя это самый важный вопрос для нас братья и сестры молоде молодое поколение кто хочет идти за ним ответить сегодня а кто иисус для меня и ответ это должен выйти не от других людей от вашего сердца и так блажен ты симон это вышло из с того что и сердце твоего из ты новое творение стой работы в твоем сердце ты новое творение петр который был так далек от веры шел своим своим путем и сегодня он вот находится здесь смотрит на иисуса говорит я знаю кто ты я знаю тебя я знаю что ты сын божий посмотрите когда мы получаем это в глубину нашего сердца и бог действует в сердце нашим это что-то новое это какое-то такое ощущение если это прошел очень тяжело тяжело другим людям это сломить сказать тебе ты неправильно веришь потому что это перед ты пережил это в своем сердце ты не можешь все объяснить можешь ты не можешь каждый стих в писании объяснить но ты знаешь одно бог действовал твоем сердце ты знаешь кто такой иисус ты знаешь что он сын божий то что ты получаешь своем сердце это это желание это это откровение это что-то дорогое то не это не они от себя не от того что такой мудрый умный думал об этом это действие божье в твоем сердце это очень дорого что бог открывает тебе эту тайну это действие его это должно быть ценно в нашей жизни это должно быть как жемчужина как золото как кольцо которое мы на мы на палец одеваем чтобы она не упала это драгоценно для нас это кольцо то же самое действие которое делает бог нашей жизни должно быть драгоценно для тебя для меня это очень очень важно знать потому что бог призывает нас быть новым творением иеремия 31 стих с 30 по 34 стих но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие она вот заключить вот наступают дни говорит господь когда я заключу с домом израиля с домом иуды новый завет не такой завет какой заключил с отцами их в тот день как когда взял их за руку чтобы вывести их из земли египетской тот завет мой они нарушили хотя я оставался в союзе с ними говорит господь но вот завет который я заключу с домом израилевым после тех дней говорит господь вложу закон мой во внутренностях и на сердца к их напишу его и буду им богом они будут моим народом и уже не будут учить друг друга брат брата и говорить познайте господа и все сами будут знать меня от малого до большого если мы смотрим на историю на историю народа израилева и на все испытания которые бог как господь вывел из и из египта и в пустыне они получили тору это выглядит так просто ну возьми и сделай это но мы знаем даже то в пустыне они они спотыкались они не могли устоять в этих критериях божьих и потом когда народ израиля вошел в землю обетованную что произошло там помогла ли мы татура который они получили быть в мире с богом давайте посмотрим писание давайте посмотрим все что написано в книге судей все история когда он умер умело поколение которое знало иисуса знал бога и поколение иисуса на вина она снова и снова начали жить как другие народы делать себе идолов и падали и падали и падали и по милости божьей он снова снова его спасал возвращал чтобы не разрушить не не уничтожить их и так вся история вся история так весь период ветхого завета посмотрите сегодня посмотрите мечта по крайней мере половины израиля это исполнить тору у них мечта построить храм вернуться назад но мы были там это не помогло это не изменило сердце эти жертвы которые приносили в храме она не меняла сердце человека а сегодня бог говорит нам говорит через пророка иеремию за сотни лет до того как это случилось что есть брит новый завет который я хочу заключить с народом израилева что другое в этом завете это завет который меняет сердце это то что внутри то что глубине бог пишет заповеди на сердце сердце это можно это как такой сейф в котором мы храним все самое дорогое это наше сердце очень часто это как сейф такое мы не хотим оставу с осторожностью открываем наше сердце там будет написано который я люблю делать которые ненавижу когда люди делают если это написано внутри уже не надо тебя учить и бежать за тобой бежать за тобой говорить это дело это не дело это изнутри идет новое творение когда у нас есть связь с богом он созидает в нашей жизни его вещи он говорит через свое слово он учит нас он поднимает нас это происходит у верующих в новом завете бог призывает нас быть новым творением быть новым творением в этом мире который портится изо дня в день у нас есть такое право быть новым творением давайте будем благодарны ему за это спасибо что избрал меня что положил мое сердце эти новые вещи что ты избрал меня быть в этом мире быть в этом мире что жизнь моя принесет славу для себя и последнее место которым я закончу это галате галатом 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 6 глава 15 стих ибо во христе иисусе ничего не значит не обрезание не не обрезание а новая тварь в иисусе христе тут написано вещи что не это в этом что в царство небесное никто не войдет что то что написано что ты еврей или не еврей и что то что важно это то что ты новое творение если бог внутри тебя творит новое новое что-то каждое новое творение мы получили через иисуса который умер за нас он открыл для нас дверь получение прощения грехов получение духа святого рождения свыше если вы иисус не умер на христе мы бы не получили это но сегодня у нас есть время и мы так мы помним что сегодня у нас это особенно время когда мы сможем вспомнить что иисус сделал для нас давайте будем ценить то что иисус для нас сделал давайте получить примем это с ценностью это будем открыты для него откроем для него свое сердце мы помолимся приготовим сердце свое перед вечерей отец небесный мы благодарим тебя за этот день спасибо за радость которую ты даешь спасибо за победу сегодня в жизни людей спасибо иисусу что в этом мире который так так удаляется от тебя ты ставишь сегодня людей которые идут за тобою ты действуешь дух святой действует в сердце господь мы так благодарны тебе что ты изменил наше сердце однажды что мы были врагами твоими не знали тебя но ты изменил подход ты открыл любовь твою к нам спасибо иисус что когда-то ты был далек от нас а сегодня спасибо тебе за любовь твою спасибо что изо дня в день ты с нами и помогаешь нам ты был верен до конца спасибо что вознесся на крест поднялся на крест и отдал плоть твою и дал крови твоей пролиться мы благодарим тебя за от всего сердца и хотим провозгласить кто во христе он новое творение по праву твоему мы это получили и мы хотим жить как новое творение принести тебе славу мы твое творение созидают царство твое внутри нас